К другим темам. Сегодня весна официально вступила в свои права. Температура постепенно стремится к плюсовым значениям, а это еще один повод улыбнуться. Но для профильных служб в такое межсезонье время, когда необходимо особо пристально следить за возможным половодьем. Как отметил на брифинге министр природопользования области Роман Татаринцев, высота снежного покрова и содержание в нем воды ниже средних многолетних данных. Если не выпадут обильные осадки, то риски подтопления для объектов инфраструктуры и прибрежных домовладений минимальны. Сейчас специалисты для профилактики аварийных ситуаций обследуют крупные гидротехнические сооружения области. В частности, на территории Рокетянского, Старооскольского, Шибекинского и Губкинского муниципалитетов. Эту работу мы, думаю, закончим в течение следующей недели. В принципе, никаких вопросов по этому поводу не должно быть. Кроме того, для предупреждения павловых ситуаций ежегодно на территории области производится ремонт гидротехнических сооружений. В этом году мы будем ремонтировать, приступаем к ремонту гидротехнического сооружения в Равинском районе. Также ведомство выделило в регионе 12 зон, расположенных вдоль русел рек Оскол, Северский Донец, Болховец, Нежигаль, Тихая Сосна и Валуй, при планировании застройки которых нужна дополнительная экспертиза. Здесь я хотел бы обратить внимание как жителей, так и органов местного управления о том, что на территории этих зон нужно внимательно относиться к выдаче разрешения на строительство, а также, в принципе, к проведению строительства строительно-капитальных объектов, в том числе там жилых домов, нежилых помещений. Это связано с тем, что в любом случае есть 1% вероятность того, что данная территория будет в результате поводковых мероприятий, поводковых весеннего, может быть подтоплена.